Это Сибирская тайга, Баргузинская тайга, уж на заднем плане Баргузинский хребет. И медведи теперь есть, их нужно увидеть, снимать. Ну и один секрет сразу для фотографов. Как раз вот мы ходили на судне, увидели медведя там с какого-то расстояния, потом спускали лодку, на лодку ставили электрические моторы, на электрическом моторе подходили на 5-10 метров к медведям с воды. Безопасно, во-первых, дверь не чует, не слышит, ничего, но только не лезьте на рожон, конечно. То есть вот почему нужен Ярославец, судно, да, с лодкой уралевой, и тогда там 4-5 человек, можно из детьми подойти, но опять же, соблюдая меры безопасности и осторожности. А попробуйте подойти к мамашек-медвежонкам в любой другой, да, точке, кроме Камчатки, нам порвется раз любого человека. А только с воды можно у тебя еще делать. Ну и начало лета, это цветение Багульника. Вот Багульник, там вот все берега в Багульнике. Это Радедон Драндаурский, в народе его называют Багульник, да. И Ольхон, берега Ольхона, где-то в конце мая, в начале июня, они все они, вот. Все в Багульнике. То есть такая вот красота, ну и никого не оставляет равнодушным. Ну и вот лето начинается понемножку. Летом Байкал тоже разный. Ну и летом это рай для рыбаков, конечно. Байкал, вот Чевыркуй, Малое море. Пожалуйста, приезжайте рыбачьте. Но при этом, при всем, тоже можно поискать животных, найти их обязательно. И сейчас мы поговорим об этом тоже. И обязательно побывать на Ушканьих островах. Это вот Чевыркуйский залив. Вот на этой скале, кстати, гнездится пустельга. Я просто поздно узнал, вот кто первый снимет, тоже будет интересно. Это на островом Баглане, вот такая скала откололась. И на самой вершине гнездо пустельги каждый год. Разорить никто не сможет, к счастью. А вот фотографировать можно попытаться. Ну и вот уже летние фотографии Нерпы, они немножко другие. Это можно комбинировать как угодно. Ну а Нерпы, они вообще бесподобные. Ну а это лучший друг туриста, там кто видел фотографию, да? Вот этот зверь самый популярный у туристов там. Везде, где только Бивак разобьешь, палатку поставишь, там сразу появляются суслики, зеленохвосты. И начинают шкодить, да? И поэтому говорят все. Ну и вот такие картинки, где еще можно, да, увидеть. Вот байкальские Нерпы те же самые. Вот в таком вот ландшафте, в природном. Взумительные по красоте картинки, когда есть возможность поиграть со светом, и можно получить такие результаты, что... Потому что такого сочетания больше нет ни где, ни на Лажешком озере, ни где, где есть пресноводное теление. Ну а вот так выглядит как раз вот основное лежбище Нерпы. Это вот на Ушкальных островах, это вот... То, что видит тут турист, вот находясь вот в этом вот помещении, или за белой каменной стеной, да? Вот такая вот картинка. И тоже там байкальский хребет видно. И вот нам, жителям сейчас центральной полосы, трудно себе представить, какова прозрачность воздуха и так далее. Вот до ближайшего берега больше, это около 50 километров. А его видно, видите как? То есть и глаза-то отдыхают. Тут же у нас очень трудно где-то увидеть дальше, там, 2-3-5 километров. А там 60 километров, смотришь, и можно прочитать там. Ну, я чуть преувеличиваю, что там на судне написано, да? Ну и вот она, красавица, когда я говорил про глаза, да? Ну, утонуть можно с таких глазах. А ресницы какие, да? На зависть всем там, женщинам нашим. Ну, про мусы я ничего говорить не буду. На зависть мужчинам. Ну и вот бывают отдельные годы, когда нерп на островах столько на Ушгане, что буквально, в прямом смысле, яблоко нигде упасть. Раз в 25 лет бывает массовый выход нерпа, который связан, ну, там, с разными условиями. И вот мне повезло в 2013 году, мы видели на островах, ну, около 7-8 тысяч нерпайкальских. То есть это практически 10% существующей популяции на озере, а на озере сейчас около 100 тысяч нерп. Вот вышла на Ушгане острова, все берега были залеплены, завалены, просто не. Она даже не реагировала человека. Надо было потрудиться, чтобы там их испугать или еще что-то. И это уже в летние месяцы. То есть если тех нерп мы видели еще весной, то это в летние месяцы. Ну и вот для сравнения, да, нерпа, она до 180 сантиметров длиной бывает. А это вот такой и тенышком, и тхан теперь. Они рождаются бельками маленькими, а потом становятся такими вот. Ну а это вот акробатика уже в исполнении нерпа, да. У нас всех такое представление, что нерпа такое неукружее животное, тюлень, да. Вот с такой высоты ныряют только. То есть это вот порядка уже трехметровая вышка, да. Ну и с нерпами теперь попрощаемся. Ну летом понятно, что птичьи базары везде, на всех островах. Если со стороны Чемыркуя, Рангатуйское озеро. Ну просто красиво, кого что интересует. Сейчас наши национальные парки вплотную начали заниматься туризмом, экологическим туризмом. Поэтому, найдя на сайте или заповедного Патлиморья. Вот, ну, на островах это мало, и малого моря, птичьей колонии. А вот фотография летняя тоже медведя. Долго я пытался ее сделать. Это вот как раз берег Бурых медведей. Есть территория такая, на территории Байкал-Ленского заповедника, который так и называется, берег Бурых медведей. Ну и снять его в таком пейзаже, конечно, тоже очень интересно. Это характерный снимок такой. И тоже, видите, дно видно, да. Ну и... То есть для фантазии тут, для фотографов, это рай. На Камчатке трудно, наверное, Геннадий, да, что-то такое вот? Невозможно. Ну и вот теперь это, как результат работы заповедника, значит, национальных парков. Видите, теперь, проживая на кордоне, можно спокойно, без всякого труда увидеть медведей, причем на Байкальском берегу. Ну и вот уникальный случай, конечно. Я говорил, нерпы кибнут от пуль браконьеров, погибают от инфекций всяких и так далее. Вот повезло нам встретить медведя, как раз нашедшего тушу нерпы. Ну, для медведя это большое везение, значит, этот зверь выживет, потому что весной кормиться ему особо нечего. Нечем. Ну и вот такие вот картинки тоже случаются, к сожалению. Ну а при всем этом, в летние месяцы, необыкновенная флора. Ну и пейзажи, это вот один из вариантов птичьего базара. Где еще найдешь такой птичий базар? Это вот колония бакланов на Малом море тоже, да? Просто острова, рядовые такие снимки, но подчеркивают как раз вот эту простоту и вместе с тем, какое пространство, да? Это вот Чевыркуйский галиф тоже. И вот характерная фотография вот этого. Это вот сейчас все разговоры идут о том, что Байкал милеет, уровень Байкала снижается, да? И есть ли в этом опасность или нет? Вот это снимки, которые я сделал весной этого года. Год назад здесь ходили катера сюда. Видите, что происходит? Вот эти косы, они сейчас выходят на километры, на километры с глубокого озера. И это, конечно, серьезная опасность представляется для всего живого, для всей экосистемы Байкала. И неизвестно, как все это будет выглядеть через какие-то там 3-5-10 лет. Поэтому езжайте, успевайте, снимайте, смотрите, пока это еще есть. Ну и наступает золотая осень на Байкале. Обычно это бывает в середине сентября. Тоже разное сочетание. Брал такие снимки, чтобы было видно вот поясы растительности, да? Начиная вот от самой воды, и это полуостров Святой Нос, и до гольцов. Неравномерно осень, так же, как и весна. И лето наступает, что тоже своего рода подарок для фотографов и для любителей природы. То есть, с одной стороны, с южной можно снимать еще все в листьях, да? А с северной стороны придешь и будешь снимать уже в голых ветках там. И естественно, и животные все себе ведут по-другому. Вот тоже и тоже западный Америк. Ну и осенью там, на Байкале, тоже очень много интересного. И вот один из вариантов, и одна из экспедиций, о которой я пишу в своей книге тоже, это вот, как бы, двух зайцев можно убить сразу, побывать, это вот седьмое чудо света, это водопад Шумилеха на Байкале, одно из семи чудес республики Бурятия, природных, то есть называется. И вот чуть выше здесь, люди обычно доходят, по тропе смотрят водопад и уходят, а чуть выше, буквально 30 минут ходьбы, вот поднимаешься в кольцовую зону уже, и здесь обитают черношапочные сурки. Мало кто знает вообще, что черношапочный сурок обитает на Байкале, и там действительно южная граница его ареала. Ну и вот такая живописная тропа. Вот, кстати, про эти лишайники. Алексей Голубцов, это инспектор заповедника Баргузельского, с которым мы ходили снимать сурков черношапочных, рассказывал мне, он потомственный инспектор, его отец всю жизнь прожил и проработал на этом кордоне, а теперь Алексей уже, тоже и внуки у него уже и все, да? И вот они с отцом 50 лет назад замерили вот этот лишайник, это вот рядом с тропой. За 50 лет, думайте, на сколько он увеличил свою размер? 5 сантиметров. Да. Вот насколько хрупка наша природа, и вот шли невольно там махнули что-то, да? И такую красоту можно сгубить. То есть это вот человек конкретно, но и сейчас он тоже его замерил, и будем надеяться, что его внук потом придет, и этот лишайник будет на месте, и также будет радовать нас своей красотой. Ну и вот там черношапочные сурки живут, тоже, ну, три часа подъема от Байкала, от берега, проверить свою физическую подготовку. Там их колонии целые, на них никто никогда там не охотился. Ну и причем это все в таком пейзаже, не надо ехать опять же на Камчатку, на Камчатке вот труднее снять гораздо. Все это можно сделать на Байкале. Ну а кроме этого масса других животных, лоси, ну и самое главное, и мои любимые двери, это благородные олени, изюбри. Это подвид благородного оленя, который обитает в сибирской тайге. И вот одна из экспедиций, это вот изюбриный рев, который к сентябре происходит на берегах Байкала. Это незабываемое зрелище, первобытное такое, красивое очень, потому что все это происходит в горах, на береговой линии. Изюбри выходят прямо к воде, на берег Байкала. Иногда можно увидеть удивительные картинки. И вот на этом я хотел бы закончить свое выступление, еще раз сказать, что добро пожаловать на Байкал. Но для того, чтобы совершить путешествие на Байкал, надо очень внимательно к этому отнестись, потому что понятно, что туризм весь эволюционирует, и каждый из нас хочет до своей крованой приобрести нормальный, настоящий продукт, а не то, что нам штюхивают там или пытаются... Там любые условия. Что не попросишь? Нерпу покажете? Да, покажем. Медведя покажет? Снимите медведя. Я сам несколько раз с этим сталкивался. Да, вам покажут нерпу. Нерпа вынырнет где-нибудь вот так за 300 метров, покажет голову, да, спрячется и говорят, вот видели нерпу, снимали? Смотрите, красота какая. Поэтому для того, чтобы решиться на такое путешествие, надо поизучать, поспрашивать, посмотреть и выбрать вот какое-то конкретное путешествие, потому что посмотреть Байкал сразу невозможно и познать его сразу. Лучше побывать там в разные времена года, в разных местах, и если вы будете делать на судне на каком-то, то, ну, коэффициент полезного действия от этого будет гораздо выше. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, спасибо.